Всем здравствуйте, меня зовут Южак Олантон, и в сегодняшнем видео мы попытаемся полноценно разобраться в видах гипогонадизма. Я расскажу, какие бывают виды гипогонадизма, расскажу, как это определить по анализам, из того, что можно определить. И для каждого из существующих видов гипогонадизма я покажу на конкретных примерах, что именно нужно делать. Это видео вам позволит, как минимум, понимать, при каких проблемах, что конкретно нужно делать. В каких случаях вы можете использовать кламифен для повышения уровня тестостерона, а в каких случаях, кроме как гормонозаместительной терапии, у вас не остаётся выбора. Начнём с того, что такое вообще в целом гипогонадизм. Гипогонадизм — это дефицит тестостерона. Соответственно, когда яички плохо выделяют тестостерон, и уровень тестостерона низкий, мы называем это гипогонадизмом. Какой действительно низкий уровень тестостерона — это тема дискуссионная. Про это говорят многие андрологи уже достаточно давно. Разбирается, какой уровень должен быть общего тестостерона, какой уровень должен быть свободного тестостерона. На данный момент общепринято, что ниже 12 наномолей является уже гипогонадизмом. В свою очередь, между 12 наномолями и хорошим уровнем тестостерона достаточно большая пропасть, при которой существуют многие симптомы, которые также связаны с дефицитом тестостерона. Они проявляются как при гипогонадизме, так, по сути, и при дефиците тестостерона. Поэтому дефицит тестостерона, по сути, в некоторых случаях можно приравнивать и к гипогонадизму, потому что что при гипогонадизме, что при дефиците тестостерона, по сути, вам не хватает в целом тестостерона свободного, активного, который может выполнять все функции. Но разбирать мы будем в большей степени именно гипогонадизм, более такие тяжелые, сложные заболевания. И под конец я уже расскажу про именно дефицит тестостерона и то же, как с ним бороться. Значит, гипогонадизм, по сути, делится на два вида. Это вторичный гипогонадизм и первичный гипогонадизм. Разница между вторичным и первичным заключается в том, что при вторичном гипогонадизме есть проблемы с гипофизом, либо с гипоталамусом. Есть еще третичные, но обычно его относят к вторичному. В общем, проблемы либо с головой, которая стимулирует работу яичек, либо с самими яичками. Соответственно, если проблемы с гипофизом, либо гипоталамусом, это называют вторичным гипогонадизмом. Если же проблемы с яичками, то, соответственно, это первичный гипогонадизм, потому что проблема на первичном уровне, на уровне яичек. Каждый из этих видов гипогонодизма можно разделить на два. Это, скажем так, врождённый и приобретённый. К врождённому гипогонодизму первичному относят патологии, спровоцированные генетическими нарушениями. При приобретённом — это у нас патологии половых органов. При вторичном гипогонодизме врождённый — это патологии развития гипофиза. А при приобретённом — это могут быть травмы головы, воспаление гипофиза, новообразование гипофиза. Но помимо этого есть ещё и возрастной вторичный гипогонодизм, при котором просто идёт снижение лютинизирующего гормона. Его также надо относить к приобретённому вторичному гипогонодизму. Что касательно первичного гипогонодизма, если мы разберём генетические нарушения, то здесь существует три разных генетических нарушения. При синдроме Куайнфильтера есть проблема с наследованием трёх и более хромосом вместо двух. И я покажу анализ, как это, собственно, выглядит на практике по анализам. Значит, уровень лютинизирующего и фолликово-стимулирующего гормона при синдроме Куайнфильтера очень высокий. Мы видим, что лютинизирующий гормон — 22 мм. единиц, а, соответственно, ФСГ-33. И всё это при тестостероне около 7 наномоль. Примеров с практики двух остальных синдромов у меня нету, но ситуации, в принципе, по анализам будут схожие. Что уровень лютинизирующего гормона будет очень-очень высокий, а тестостерон очень низкий. Тестостерон иногда может быть даже, ну, как бы, скажем так, катастрофически низкий, типа 2-3 наномоли. Иногда он может быть в районе типа 5-7-8, а то даже и 10 наномоли. Значит, что касательно анатомических патологий, они могут проявляться как при развитии половых желёз в подростковом возрасте, так и врождённых. В общем, здесь основные проблемы — это отсутствие яичек, неопущение яичек, отсутствие одного яичка и, соответственно, патологии семенных канальцев. По проблемам с одним яичком у меня было видео, я пытался найти эти анализы, я не смог найти. Как бы суть там в чём? При одном яичке нету ситуации, когда очень высокий лютинизирующий гормон. Иногда бывает, что при одном яичке уровень лютинизирующего гормона может быть средний, но при этом всём тестостерона выделяется очень-очень мало. У меня было несколько человек, с которыми мы пробовали делать терапию по повышению тестостерона. Иногда это получается, типа у нас получается дойти до каких-то там 15-18-20 наномоли, иногда даже больше. И, скажем так, чаще всего это всё-таки ГЗТ. Но, учитывая, что всё-таки с одним яичком, в отличие от генетических нарушений, можно иметь потомство, фертильность может быть более-менее нормальной, спермограмма может быть более-менее нормальной. И иногда для сохранения спермограммы мы можем использовать терапию комифеном. Но потенциально в будущем это, конечно, достаточно раннее ГЗТ, по причине того, что всё-таки два яичка не всегда выделяют хороший тестостерон, а здесь одно. Поэтому сделать хороший тестостерон в данном случае очень-очень сложно. Второе. Это первичный гипогонадизм, приобретённые патологии. Здесь у нас есть варикоцелли, ранняя кастрация, заворот гонад и опухоли половых желёз. Значит, варикоцелли – это та проблема, которая встречается чаще всего. Это проблемы с сосудами и, соответственно, это ведёт к развитию гипогонадизма. И в чём основная проблема? Основная проблема с варикоцелли связана с тем, что после операции ничего не меняется. На моей практике людей с варикоцелли было огромное множество. Я не уролог, поэтому я не даю рекомендации оперировать или не оперировать. Это должен делать уролог. И, соответственно, иногда урологи рекомендуют сделать операцию, иногда урологи говорят о том, что можно какое-то время ещё находиться в таком состоянии, операцию делать позже. Но суть в том, что если варикоцелли оперируются, гипогонадизм какой был, такой остаётся. Никогда я не видел анализы, при котором после операции они бы были лучше, чем до. Практически всегда всё остаётся так же. Анализы при варикоцелли могут выглядеть абсолютно по-разному. Бывает иногда, что уровень тестостерона катастрофически низкий, вот как, собственно, на этом примере в районе 6 наномоль. Иногда бывает, что при варикоцелли просто идёт небольшое снижение, по сути, гипогонадизма нету, а только есть дефицит тестостерона. Точно так же и лютенизирующий гормон может вести себя по-разному. Он может быть высокий, может быть средний, может быть низкий. Но чаще всего мы видим, во-первых, всё-таки увеличение лютенизирующего гормона, и мы видим в целом снижение тестостерона общего. Как лечиться при варикоцеле очень сильно зависит от соотношения тестостерона к ЛГ и потенциальному повышению ЛГ, и как будет повышаться тестостерон. Часто бывает, что обычная терапия к ламифенам хорошо срабатывает, и тоже нередко бывает, что ничего не срабатывает, и нужно переходить на гормонозаместительную терапию. Следующее – это вторичный гипогонадизм. И к врождённым патологиям здесь относят синдром Кальмана. Это когда низкая функциональность гипоталамуса, это когда плохо выделяется ГНРГ, гормон, который стимулирует ЛГ и ФСГ. Анализ на него сделать не так просто, в любой лаборатории вы это не сделаете, поэтому определить синдром Кальмана достаточно сложно. И существует идиопатический вторичный гипогонадизм, это когда секреция от ЛГ и ФСГ снижена, причина этому непонятна. И, соответственно, могу показать пример того, как это выглядит на практике. В общем, здесь 20 лет. Парню, у него лютенизирующий гормон 0,66, эстрадиол очень низкий, 39, тестостерон 8,8, наномолит, гипогонадизм, ГСПГ 30, провоктин нормальный, индекс свободных андрогенов, соответственно, низкий, потому что очень низкий уровень общего тестостерона. И что мы видим в динамике? В динамике мы видим, что просто небольшая дозировка кламифена начинает стимулировать очень сильно секрецию ЛГ. По сути, ЛГ там поднялся в 4 раза, но он всё равно по сути низкий. И этого достаточно для того, чтобы очень сильно поднять тестостерон. Тестостерон здесь динамика бешеная с 8,8 до 28. По сути, из очень плохой ситуации мы очень легко сделали очень хорошую. Просто небольшими дозировками простимулировал гипофиз, кламифена. Человек будет оставаться на приёме этих препаратов постоянно, потому что альтернатива этому только гормонозаместительная терапия. Значит, к вторичным приобретённым гипогонадизмам мы относим следующее. Это аденома гипофиза, провоктинома, это определённые операции на гипофизе, которые могли привести к снижению его работы, к ухудшению. Это приём кортикостероидов, инфекционные заболевания мозга, там, минингит. И я также отношу к этому и возрастной дефицит тестостерона. Про нём будем говорить много. Существует два вида аденом, которые чаще всего встречаются и видны по анализу, который мы сдаём. Типа тестостерона общая, ЛГ, ФСГ и провоктин. У нас существует первая аденома гипофиза, связанная с частью гипофиза, секретируемой ЛГ, ФСГ. И вторая аденома гипофиза, так называемая провоктинома, она влияет именно на секрецию провоктина. Поэтому в первом случае при аденоме гипофиза мы видим сильное повышение именно ЛГ и ФСГ. И в втором случае мы видим, что происходит именно повышение провоктина. И провоктин уже в свою очередь снижает ЛГ, ФСГ и последствия тестостерона. В общем, что мы видим? ЛГ-8, ФСГ-21, ГСПГ-30, тестостерон общий 17. По сути, даже нет как такового гипогонодизма, но мы видим сильное нарушение. И есть анализ гипофиза, МРТ-гипофиза, в котором есть микроаденома. Как лечится это заболевание? Это достаточно серьезное заболевание, которое может вести к летальному исходу, поэтому здесь необходимо прибегать к тому, чтобы гипофиз переставал работать. Именно за счет ухудшения работы гипофиза происходит уменьшение самой опухоли. Соответственно, здесь идет гормонозаместительная терапия, либо терапия хориническим гонотропином. Нам надо напрямую стимулировать яички или замещать уровень тестостерона. И в таком случае яички не будут работать или будут работать, но гипофиз не будет работать. И за счет отсутствия работы гипофиза уменьшается опухоль. То же самое касательно и провоктиномы. Анализ при провоктиноме выглядит следующим образом. Здесь идет достаточно сильное повышение лютенизирующего гормона, хотя в некоторых случаях бывает, что и идет снижение уровня лютенизирующего гормона. Тестостерон, как правило, в данном случае идет достаточно низкий, а провоктин очень высокий. Но здесь анализ человека, который был уже на приеме кабергалина в достаточно большой дозе, поэтому уровень провоктина здесь низкий. Что касательно МРТ, МРТ обычно выглядит примерно таким образом, что есть определенные размеры провоктиномы, их видно на МРТ. Помимо этого, мы можем еще разобрать достаточно интересный случай, когда провоктиномы нету, но есть провоктиномия, это повышение провоктина без собственно какой-либо аденомы. Делается МРТ и видно, что аденомы нет, но мы видим очень высокую секрецию провоктина. И в этих случаях как раз мы чаще видим именно достаточно низкий уровень лютенизирующего гормона, высокий провоктин и достаточно низкий уровень тестостерона. И в данном случае можно делать как терапию по повышению тестостерона, так делать и гормонозаместительную терапию. Поэтому в данном случае есть анализы именно на гормонозаместительной терапии. Также отдельно надо поговорить про такое нарушение, как повышение уровня ГСПГ. В отличие от гипогонодизма, в котором плохо работает либо гипофиз, либо яички, при повышении уровня ГСПГ основная проблема заключается в том, что и гипофиз, и яички работают хорошо, но очень высокий уровень ГСПГ очень сильно связывает тестостерон. И соответственно мы можем видеть хорошее значение ЛГ тестостерона, но очень высокий ГСПГ и низкий уровень свободного тестостерона. Это заболевание нельзя относить к заболеваниям собственноэндокринной системы, потому что здесь могут быть причины связанные как с ухудшением работы печени, так и с другими проблемами, которые ведут к повышению ГСПГ. Иногда эти проблемы просто невозможно диагностировать, и мы по сути боремся со следствием, просто снижая уровень ГСПГ. Про это снято огромное количество видео, у меня прямо есть цикл видео про ГСПГ, там по-моему 5 или 6 видео, там я подробно разбираю как это все выглядит, поэтому здесь я не буду разбирать динамику, просто покажу один из анализов, где мы видим, ГСПГ-93. В таких случаях чаще всего делается либо терапия по повышению тестостерона, и мы просто повышаем общий тестостерон, иногда делается терапия по снижению ГСПГ, либо дериватами ДГТ, либо САРМСами, иногда невозможно хорошо опустить ГСПГ, если уровень ЛГ очень высокий, в таком случае делается гормонозаместительная терапия, и уже поверх гормонозаместительной терапии мы снижаем уровень ГСПГ. Теперь мы отдельно поговорим про именно возрастные дефициты тестостерона, это что происходит в общем с работой эндокринной системы именно с возрастом. С возрастом у нас в принципе проявляется тот же гипогонодизм, но не всегда в очень сильно усугубленной форме, и без какой-то явной видимой причины. Эти все нарушения они связаны банально с тем, что вы становитесь старше. И по сути эти нарушения также можно разделить на первичные дефициты, вторичные дефициты, иногда связанные именно с ростом ГСПГ, потому что когда вы становитесь старше, то у вас просто банально растет ГСПГ, и этот рост достаточно сильный. Чаще всего это примерно 1 наномоль в год, и мы видим к 40 годам 40 наномоль ГСПГ. Иногда если дефицит тестостерона такой немножко врожденный, если общий тестостерон изначально был невысокий, там не 30 наномоль, а 20, мы можем увидеть, что происходит небольшой рост ГСПГ, тогда мы в 40 лет видим ГСПГ в районе 20, иногда даже он может быть и меньше, типа он может практически полностью отсутствовать этот рост ГСПГ. Иногда он бывает наоборот где-то 0,5 наномоль, и тогда мы в 40 лет видим ГСПГ где-то в районе 30. Чаще всего, чем более низкий уровень тестостерона врожденный, тем более низкий уровень ГСПГ у человека, хотя бывают и исключения. Также бывает иногда очень сильный рост ГСПГ, мы можем видеть в 40 лет уже 55-60 наномоль ГСПГ, в то же время тестостерон общий может особо не снижаться. Под общему тестостерону и ЛГ с возрастом чаще всего именно с моей практики это проявляется именно вторичный дефицит, и мы видим, что с возрастом потихоньку снижается ЛГ, потихоньку снижается общий тестостерон. Иногда ЛГ может не снижаться, а просто снижаться общий тестостерон, поэтому в некоторых случаях мы можем видеть, допустим, ЛГ 2 и 17 наномоль тестостерона в 40 лет. Иногда мы можем видеть при 17 общего тестостерона мы можем видеть типа ЛГ 6. Тогда мы понимаем, что в большей степени ухудшается работа ищек, а не гипофиз перестает выделять лютонизирующий гормон. И все эти проблемы чаще всего идут на фоне роста ГСПГ. Поэтому изначальные хорошие анализы, когда у человеку было 20 лет, у него мог быть 30 наномоль общий тестостерон и 20 ГСПГ. И это были прям очень хорошие анализы. Но к примеру к 40 годам у него может поменяться ситуация, у него может снизиться общий тестостерон с 30 наномоль до 20, ГСПГ подняться там из 20 до 40 и мы вроде бы видим 20 наномоль, что достаточно неплохо, но все это идет на фоне 40 ГСПГ и это уже идет сильный дефицит тестостерона. Плюс на все это накладывается то, что изначально человек привык к более высокому уровню тестостерона, поэтому даже при не очень плохом свободном тестостероне могут ощущаться достаточно сильные симптомы дефицита тестостерона. Как все это выглядит на практике? В общем, возрастной первичный дефицит выглядит следующим образом. Уровень общего тестостерона в данном случае идет 3,2 нанограмма ЛГ8 ФСГ12. Что делать в этом случае? Здесь поможет только гормонозаместительная терапия. Какой бы там ни был уровень ГСПГ, в данном случае он 27, но мы все равно вынуждены делать ГЗТ, потому что никак мы не можем простимулировать секрецию тестостерона при очень высоком ЛГ. Плюс есть еще возрастной рост эстрадиола. Это также одна из возрастных проблем, но в данном случае мы ее рассматривать не будем. Второе, значит, второй случай очень интересный. Здесь мне человек прислал анализы просто уже на приеме кламифена. И поэтому я бы не назначал человеку кламифен при первичном дефиците, но он его уже начал пить и с ним пришел, и мы можем проанализировать, что будет, если мы при первичном дефиците просто начнем принимать кламифен в большой дозе. Он пил по 50 мг в день. Мы видим, что уровень лютенизирующего гормона 27, скорее всего, он просто очень-очень сильно поднялся. Изначально он был ниже, причем не важно какой он был, насколько он был низкий, но он не был 2-3, потому что с 2-3 лютенизирующий гормон от 50 кламифена не был бы 27, поэтому, скорее всего, он был ближе к верхней границе нормы. И при этом все мы видим, что общий тестостерон у человека находится на отметке 4,7 нанограмма, и все это при ГСПГ в 59, и мы понимаем, что никакая терапия в данном случае здесь не поможет, сделать ничего невозможно, кроме гормонозаместительной терапии. Что мы видим на гормонозаместительной терапии? мы сделали человеку просто 40 наномоль тестостерона при ГСПГ 24, ГСПГ снизили, тестостерон подняли, эстрадиол тут высокий, что в первом случае, что во втором, вообще мы на этапе подбора доз по эстрадиолу. атак, в целом, гормонозаместительной терапии мы сделали человеку просто хорошие анализы, потому что терапии это бы не получилось. Следующее, что мы можем посмотреть, это смешанный дефицит тестостерона, как чаще всего он выглядит по анализам. Смешанные дефициты, они проявляются таким образом, что у человека, как правило, идет достаточно существенное снижение общего тестостерона. Изначальный уровень тестостерона у этих людей, как правило, не очень большой. Уровень ЛГФСГ от средины под, скажем так, высшую границу нормы. И при этом всем уровень тестостерона обычно варьируется от 10 до 12 наномоль. В данном случае мы видим 14. Иногда может быть чуть-чуть больше. Все это, как правило, идет на фоне достаточно невысокого ГСПГ. Мы здесь видим, что уровень ГСПГ в данном случае 23 наномоли, при том, что человеку 48 лет. Что здесь делать? Здесь можно попробовать прием кломифена в небольших дозах, посмотреть динамику. Иногда срабатывает, иногда не срабатывает. И в таком случае нужно переходить на ГЗТ. Поэтому как бы суть в том, что при первичном дефиците в любом случае надо ГЗТ. При смешанном дефиците иногда срабатывает терапия кломифеном, иногда надо ГЗТ. А при вторичном дефиците мы можем использовать собственно как терапию кломифеном достаточно активно, так в некоторых случаях мы и используем гормонозаместительную терапию. В данном случае я подобрал именно не дефицит тестостерона, а вот такой вот прям хороший гипогонодизм возрастной, при котором уровень тестостерона очень низкий. я показывал некоторые примеры ранее в видео, где мы могли с такого уровня тестостерона выйти на хорошее значение, но в данном случае человеку 46 лет мы решили уже просто переходить на ГЗТ, он как бы к этому был готов, он хотел ГЗТ, поэтому мы просто сделали ему ГЗТ. И что мы также видим в случаях очень сильного дефицита тестостерона, даже при вторичном гипогонодизме мы видим, что уровень ГСПГ все равно у таких людей находится на достаточно низких значениях. ГСПГ в районе 20, при том, что общий тестостерон всего лишь 6 наномоль, а ЛГ 2,7. Значит, что мы сделали на ГЗТ? Ну, мы сделали просто 50 наномоль и эстрадиол 78, ГСПГ просто снизился от приема тестостерона. Это большая доза, мы потихоньку выйдем там в нормальные адекватные значения. Следующее, это как выглядит возрастной рост ГСПГ при хорошем изначальном уровне тестостерона. Это вот как раз тот пример, примерно, про который я рассказывал, где человеку 43 года и в 43 года у него уровень тестостерона 19 наномоль, лютинизирующий гормон здесь 4 миллиметра на миллилитр. Но ГСПГ 45 наномоль. Это вот такая частая проблема, когда идет просто небольшое снижение общего тестостерона, оно могло быть с 25 и с 30 наномоль, но оставаться на более-менее неплохих значениях. И при этом всем очень сильно растет ГСПГ и падает свободный тестостерон именно из-за роста ГСПГ. И что мы сделали? Мы просто простимулировали лютинизирующий гормон, причем очень маленькими дозами и получили очень хороший тестостерон в районе 39 наномоль, но поднялся ГСПГ до 55. Это было в 2019 году. В 2022 году, продолжая эту терапию, мы получаем значение в 32 наномоли при 46 ГСПГ. свободный тестостерон здесь в целом хороший. По сути ГСПГ практически не поменялся, он как был там 45, остался 46. Через по сути там 4 года вообще, потому что начали 43, было здесь 47 уже человеку. И при этом всем, на протяжении всего этого времени мы держим просто хороший высокий уровень тестостерона, 32 наномоли при 46 ГСПГ достаточно для того, чтобы был хороший свободный тестостерон. И в данном случае человеку не надо ГЗТ. Если бы человек обратился с такими изначальными анализами к эндокринологу, то по всем медицинским протоколам его бы отправили домой, потому что по медицинским протоколам все, что больше 12 наномоли это здоровый человек, и он идет домой гулять или в лучшем случае пить витамин D с цинком. Что естественно в таком случае не поможет поднять тестостерон на 12 наномоли. Но терапия кламифеном позволяет вот в таких случаях, когда не очень плохо, но все равно не хорошо, сделать хорошую картину и еще достаточно долго оставаться просто на приеме кламифена на небольших дозировках и получать уровень тестостерона практически сопоставимый с ГЗТ и сопоставимый с тем, который у человека был изначально. Иногда мы даже делаем более высокий тестостерон общий, чем предполагаемо было изначально для того, чтобы перекрыть вот этот высокий уровень ГСПГ. В общем, когда мы доходим до хорошего свободного тестостерона, симптоматика дефицита тестостерона проходит и люди на этой терапии могут жить очень много. У меня есть видео, где я снимал много примеров людей, которые по 3-4 года находятся на терапии кломифеном она очень-очень эффективна в случае, если она хорошо работает. Но не всегда терапия кломифеном работает и в некотором случае необходимо переходить именно на гормонозаместительную терапию. Я надеюсь, что это видео было достаточно информативным. Многие из вас смогут, посмотрев на свои анализы, понять, какой у них дефицит тестостерона и что конкретно им нужно делать. Или терапию кломифеном, или гормонозаместительную терапию. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Кого интересуют мои личные консультации, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.